Это часть презентационного ролика с небольшими фрагментами всех крупных соревнований, которые снимал наш герой. Он же Алексей Диденко, 25-летний талантливый предприниматель. Причем в бизнесе он не так давно, однако главное его законы уже выучил. Нужно еще самому себе находить заказы, нужно непосредственно работать. Ты не только делаешь работу, которая тебе просто откуда-то с воздуха падает, а ты эту работу сам находишь и сам же ее делаешь. То есть ты должен и понравиться заказчику? Конечно, обязательно. А есть у тебя какие-то свои законы привлекательности для заказчиков? Мне кажется, каждому человеку нужно найти свой подход. Открыл талант Алексея его учитель и партнер по бизнесу Артем Шапаев. Знакомство произошло еще в 2005-м, когда один был выпускником, а другой – видеооператором на школьном балу. Там был один такой мальчик, который больше всех интересовался процессом, постоянно подбегал, пытался нажимать кнопки на камеру, поучаствовать в нашем процессе. И вот как хвостик за нами весь этот съемочный несколько дней, сколько снимали, все время присутствовал. Потом, после того, когда мы отсняли, он стал так же приходить к нам, а давайте я вам помогу, а давайте меня научите, а давайте то, а давайте все. Ну, собственно, так началось наше знакомство. Вскоре Артем и вместе с ним Алексей начали сотрудничать со Всероссийской Федерацией по художественной гимнастике. Сперва просто снимали для них различные соревнования, а потом получили предложение организовать спортивные онлайн-трансляции. Во многом здесь пришлось стать первопроходцами в стране, ведь до этого подобным занимались лишь немецкие специалисты. Они подгоняют две фуры с кучей оборудования и все это делают там, по-взрослым, скажем так. Но, естественно, это другие бюджеты, и не всегда Федерации могут на эти бюджеты рассчитывать. Поэтому, собственно, и возник вопрос сделать малобюджетные прямые трансляции через интернет, то есть не через телевизионные сигналы, а именно через интернет-сети. Самая первая трансляция, которую мы сделали в качестве тестирования, проходила в городе Казань, Кубок России по фитнес-аэробике. Очень понравилось это мероприятие само по себе, то есть по организации. Очень много команд выступающих было, которые показали, на самом деле, очень хорошие результаты. Трансляция чемпионата мира по художественной гимнастике в Санкт-Петербурге, 18-го международного фестиваля физкультуры и спорта в Москве, гран-при по художественной гимнастике, соревнования по чарлидингу. И это только начало послужного списка Алексея Диденко. А еще недавно он стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2013». В номинации «Успешный старт». Но кроме заветной статуэтки, Алексей привез и полезные знакомства. Так, говорит один пензенский предприниматель, особенно удивил его. Меня удивило, как он это все построил грамотно, каких успехов он добился, каких оборотов просто. Вот, на самом деле, мне было приятно с этим человеком пообщаться, послушать его жизненный опыт, как он всего это достиг. Мне очень понравилось в этом конкурсе. И вообще, как бы, сам конкурс был проведен на достаточно высоком уровне. В декабре Алексея Диденко предстоит участие уже в федеральном этапе конкурса «Молодой предприниматель России-2013». Алина Филиппова, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». «Заречный». «Заречный».